Осторожнее, Сони! Соколиный глаз нацелился на вас, и он никогда не промахивается. 20 августа Голливуд был потрясен, когда появились новости о том, что Сони и Дисней не смогли договориться о новом соглашении о сохранении Человека-паука Тома Холланда в киновселенной Марвел. – Спасибо, мистер Старк. Но я, я, я хорошо. – Ты хорошо? Хорошо? Как ты хорошо? Если обстоятельства не поменяются кардинальным образом, то, судя по всему, 23-летний Холланд больше не появится в фильмах киновселенной Марвел после пяти картин за последние три года, начиная с Первого Мстителя Противостояния 2016 года, заканчивая Человеком-пауком вдали от Дома 2019-го. Подавляющее большинство вовлеченных людей, включая главу Marvel Studios Кевина Файги и самого Холланда, до сих пор не комментирует новости, но один из команды Мстителей не выдержал. Джереми Реннер, который уже 8 лет играет Клинта Бартона с Соколиного глаза с момента первого появления в 2011 году в фильме Тор, написал в Инстаграме 21 августа своё отношение к ситуации. Он загрузил фотографию себя в Финале и написал «Эй, Sony Pictures, мы хотим, чтобы Человек-паук вернулся к Марвел Стэна Ли, пожалуйста! Спасибо! Хэштег Человек-паук-крут, хэштег Лук и стрелы, хэштег Пожалуйста!» Если закрыть глаза на плохую грамматику и беспорядочные хэштеги, становится ясно, что Реннер требует новой сделки про Паука. У Реннера довольно серьезный послужной список. Ему давали главные роли в крупных голливудских фильмах, он начал музыкальную карьеру и появился в нескольких странных рекламных роликах Джип. Но очевидно, что Дисней и Марвел являются самой надежной почвой под ногами актёра. Он знает, как трудно найти работу в Голливуде, потому что в начале своей карьеры был гримером, чтобы сводить концы с концами, потому что нигде не мог пройти кастинг. К счастью, место Реннера в киновселенной Марвел вполне устойчиво, и он скоро будет сниматься в предстоящем сериале Марвел Соколиный глаз, который выйдет на потоковом сервисе Disney+. Кто-то скажет, что Реннеру не стоит рубить сук, на котором сидишь, и встать на защиту Дисней после того, как Сони возложили всю вину на Мышиный дом. Но также возможно, что ему просто очень нравятся новые фильмы про Человека-паука, и он не хочет снова видеть такую дичь, как новый Человек-паук – высокое напряжение. – Плохо, что это... Человек-паук. Плохо, что он исчезает. По-моему, все очень нужны его. После событий Мстителей – финала Человека-паука вдали от дома, Паук был готов получить центральную роль в киновселенной, продолжая наследие Тони Старка. К сожалению, размещение Питера Паркера в центре киновселенной, возможно, было ошибкой со стороны Марвел, поскольку это, вероятно, ставит Disney в невыгодное положение на переговорах с Sony. Именно у Sony уникальные права на фильмы про Человека-паука, которыми компания владеет с 1999 года, когда Marvel проводила распродажу лицензий, чтобы избежать банкротства. Тот факт, что они сделали Человека-паука Мстителем и ключевым винтиком в будущем франшизы, могло только усугубить ситуацию. Теперь они создали историю, которая вполне может остаться незавершенной в зависимости от того, как закончатся возможные будущие переговоры. Надеемся, что просьба Реннера о помощи является первым из многих комментариев, связанных с Marvel людей. В конце концов, мы живем в эпоху социальных сетей, где каждый может высказать свои мысли онлайн, и кто-нибудь их обязательно услышит. До сих пор крупные игроки молчали об этом, хотя фанаты наверняка ждут, затаив дыхание, чтобы услышать, что скажет сам Том Холланд. Также было бы очень интересно услышать, как прокомментирует это глава Marvel Кевин Файги после того, как Человека-паука убрали из его планов на будущее киновселенной Марвел. Но пока что нам стоит довольствоваться лишь комментарием Джереми Реннера. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про киновселенную Марвел, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!